Как уже было сказано выше, тракторы «Запорожец» строили из тех материалов и узлов, которые были на тот момент в наличии, и исходя из производственных возможностей. Этот трактор подходил к условиям и оборудованию небольших полуразрушенных заводов, состоял из простых небольших размеров деталей, легко доступных для обработки на простых станках без сложных приспособлений. Но несмотря даже на такую несложную технологию, в помощь заводу номер 14 в постройке первых запорожцев принимали участие и некоторые другие соседние предприятия южноукраинского сельхостреста. Заводы номер 3 и номер 7 в Александровске, ныне Запорожье, изготавливали чугунные и алюминиевые отливки деталей. Завод номер 13, тоже в Александровске, медное литье, также был задействован и завод номер 11, который находился здесь же рядом, в Кичкасе. А в качестве моторов были использованы двигатели «Триумф», которые изготавливались первоначально на заводе номер 8 «Красный труд», бывший завод «Триумф», братьев Загорелиных. А затем, после реорганизации «Треста», на заводе номер 7 «Красный прогресс», бывший завод «Фукса и Клейнера», оба базировались в Большом Татмаке. На опытный «Запорожец» ставился нефтяной, двухтактный, одноцилиндровый, бесклапанный двигатель низкого сжатия с запальным шаром. Первоначально мощностью 10 лошадиных сил при 400 оборотах коленчатого вала в минуту, а на поздних выпусках более мощный в 14 лошадиных сил. Двигатели завод «Триумф» строил, по примеру, шведских «Аванс». Как уже известно, непосредственно в Кичкосе также изготавливались нефтяные двигатели. В частности, завод «Копа» выпускал такие мощностью от 8 до 15 лошадиных сил еще с 1907 года. Но они были горизонтального типа, что не совсем подходило для установки на трактор. А «Триумф» строились мощностью от 10 до 35 лошадиных сил и были вертикального типа. Несмотря на то, что в то время бензиновые и керосиновые двигатели автомобильного типа неплохо себя проявляли на тракторах, многие заводы в мире ставили на свои машины и нефтянки. В частности, шведы применяли такие в тракторах «Мунктель» и «Аванс». Также хорошо были известны немецкие «Ланцбульдог». Еще до мировой войны «Триумфы» нашли себе широкий рынок благодаря удовлетворительным техническим характеристикам, качеству изготовления и доступной цене. Они были уже хорошо известны в хозяйствах по работе на молотилках и мельницах. Простые нефтянки были намного понятнее крестьянам, чем моторы автомобильного типа с их сложными карбюраторами, магнето, свечами и прочей арматурой. Также огромным плюсом «Триумфов» было то, что они работали на нефти, которое было топливом более доступным, чем бензин и керосин. Таким образом, установка этих двигателей на «Запорожец» была вполне закономерной. Двигатель с запальным шаром представляет собой тип двигателя внутреннего сгорания, в котором топливо воспламеняется при контакте с раскаленной металлической поверхностью внутри специальной колбы колоризатора, с последующей подачей в камеру сгорания воздуха сжатого поршня. Для пуска двигателя предварительно колбу-колоризатор нужно было разогреть до красного коления. Это делалось чаще всего с помощью керосиновой лампы. В дальнейшем нагрев колбы поддерживался теплом из камеры сгорания. Запальной шар в таком двигателе необходим, так как давление сжатия в его цилиндре достигает всего около 12 атмосфер, а температура при этом повышается всего до 350 градусов, чего недостаточно для самовоспламенения нефти. Двигатели с запальной колбой могут быть как двухтактного цикла, так и четырехтактного. Поршень в таком двигателе выполняет сразу несколько функций. Кроме воздействия верхней своей частью с давлениями камеры сгорания, он также заменяет собой клапаны газораспределения, закрывая и открывая в нужный момент выхлопные и продувочные окна камеры сгорания. А нижней своей частью поршень работает как насос продувочного воздуха. Для этого кривошипная камера делается герметичной, но с двумя специальными отверстиями. Одно из которых соединяется с продувочными окнами цилиндра, а второе через впускной клапан имеет сообщение с окружающим пространством. Во время такта сжатия, когда поршень движется к верхней мертвой точке, он создает в кривошипной камере некоторые разряжения, из-за чего впускной клапан открывается, и в нее засасывается наружный воздух. При следующем такте, когда поршень движется вниз, он сжимает набравшийся в картере воздух, который после того, как откроются выхлопные и продувочные окна, устремляется в камеру сгорания под давлением около полутора атмосфер. В процессе работы двигателя, когда поршень будет подходить к своему верхнему положению, в колоризатор подается топливо, и часть его мгновенно загорается. В это же время находящийся в цилиндре воздух сжимается, и температура его при этом повышается, и вся порция заряда сгорает. Вследствие возросшего в цилиндре давления, поршень движется вниз, вращая вал двигателя и производя полезную работу. При своем движении вниз, поршень сначала открывает выхлопные окна, через которые продукты сгорания уходят в выхлопную трубу, и одновременно сжимают воздух в картере, а затем по ходу движения открывает продувочные окна, и сжатый в картере воздух поступает в цилиндр и вытесняет из него продукты сгорания. Пройдя нижнюю мертвую точку, поршень начинает двигаться вверх за счет энергии инерции маховика. По пути он закрывает сначала продувочные, а затем выхлопные окна, и затем сжимает в цилиндре воздух для очередной вспышки. Одновременно с этим в кривошипную камеру засасывается свежий воздух. Горючая нефть в двигатель подается посредством аппарата питания двигателя топливом, который состоит из форсунки и топливного насоса, или как его еще называли, нефтяного насосика. Топливо должно подаваться в цилиндр порциями и в строго определенный момент. Это происходит тогда, когда в цилиндре поршнем уже создано некоторое давление. Топливный насос состоял из бронзового корпуса, в котором находились поршень или, как его еще называли, скалка, два клапана, всасывающий и нагнетательный, с шариками и пружинами, прижимные гайки и прочее. Нагнетательный ход скалки производится при нажатии на ее головку, а обратный, всасывающий, совершается упругостью спиральной пружины, заложенной между корпусом насоса и заплетчиком головки скалки. Насос обычно устанавливался сбоку, на торце цилиндра, а приводился в движение эксцентриком, закрепленным на валу двигателя. Чтобы топливо, попадая в цилиндр перед воспламенением, успевало испариться, его нужно было разбрезгивать на мелкие частицы, или точнее сказать, распылять. Это делала форсунка. Форсунка содержала в себе винтовой распилитель, который представлял собой бронзовый цилиндр с винтовой нарезкой. Также в нее были встроены обратные клапаны шарикового типа, защищающие и форсунку, и топливный насос от высокого давления газа в рабочей камере. Так как форсунка устанавливалась непосредственно на колоризатор, то ее необходимо было охлаждать. Для этого ее иногда делали с водяной рубашкой. На некоторых нефтяных двигателях устанавливались форсунки и игольчатого типа. На нефтяных двигателях, в том числе и на двигателях «Триумф», топливные насосы ставились не сами по себе, а в паре с регуляторами оборотов. Регулятор оборотов был необходим, так как такой двигатель в случае резкого сброса нагрузки при прежней подаче топлива был склонен чрезмерно увеличивать обороты и даже идти в разнос, что заканчивалось разрушением маховика и двигателя со всеми плачевными последствиями. Регулятор устанавливал подачу топлива в зависимости от изменения числа оборотов. Такое регулирование устраивали двумя способами. Первый – пропусками заряда, когда двигатель не получал очередной порции топлива до тех пор, пока он не потеряет излишко своей скорости. И второй – пропорциональной регулировкой, когда двигатель постоянно получал топливо, но только порция его изменялась в зависимости от оборотов. На «Триумфах» применялся способ пропуска заряда с помощью регулятора маятникового типа. Работал такой механизм следующим образом. На валу двигателя был насажен эксцентрик, который через тягу воздействовал на подвижной рычаг. Один конец рычага был закреплен на оси, а второй приводил в движение маятник, на краю которого был закреплен ударник. Рычаг, совершая колебательные движения, двигал маятник по опорной пластине, выполненной в виде трамплина. Маятник мог совершать движение относительно этой пластины, но прижимался к ней слабой пружиной. Когда обороты двигателя были установленной нормы, то маятник возвратно-поступательно двигался по пластине, и в конечной дальней позиции его ударник бил в наконечник промежуточного штока, который в свою очередь нажимал на скалку топливного насоса, и таким образом насос скачал топливо. Если же обороты двигателя недопустимо повышались, движения рычага ставали быстрее, и маятник начинал на трамплине подскакивать, от чего не попадал в наконечник промежуточного штока, и таким образом подача топлива в цилиндр прерывалась. Так длилось до установления нужной скорости вращения, после чего подача топлива возобновлялась. При помощи специальной рукоятки можно было вручную подкачивать топливо в камеры сгорания. Это делалось при пуске двигателя в ход. Также перемещая регулировочную гайку, можно было изменять ход скалки насоса, а следовательно и величину порций топлива, и таким образом изменять скорость вращения двигателя. Как уже говорилось, топливо подается в камеру сгорания во время первого такта. Но делается это в самом начале сжатия воздуха, как только закроются выхлопные и продувочные окна. Так делается для того, чтобы дать время и возможность в брызнутой порции топлива испариться, перемешаться и образовать горючую смесь. Сгореть заряд полностью должен как раз в тот момент, когда поршень достигнет верхней мертвой точки. В этом случае получается правильная работа двигателя. Но из-за того, что колоризатор и камера сгорания чрезмерно разогреты, а это бывает, когда двигатель сильно нагружен, топливо может сгореть полностью еще на пути поршня к верхней мертвой точке. В этом случае поршень получит сильный встречный толчок, который будет тормозить его движение, и в результате двигатель будет терять мощность. При этом внутри его будут слышны взрывы или стуки, то есть детонации. Такой случай называется преждевременной вспышкой. Чтобы этого не происходило, момент вспышки регулируют, уменьшая температуру колоризатора и камеры сгорания, охлаждая их путем введения воды внутрь цилиндра. У двухтактных двигателей применяется два способа внутреннего охлаждения. В первом вода подается в цилиндр вместе с продувочным воздухом, а во втором вместе с топливом. В двигателях «Триумф» применялся первый вариант. Для этого на них ставился прибор, который назывался капельником. Выходная трубка капельника подводилась к продувочному окну или к продувочному патрубку, а забор воды ним производился из водяной рубашки охлаждения двигателя под тем давлением, которое было в системе охлаждения. Для контроля потока было устроено смотровое стекло. В системе впрыска воды вместе с воздухом расход воды был очень большим. Часть воды просто улетала из двигателя разом с продувочным воздухом. В некоторых двигателях соотношение расхода топлива и воды составляло 1 к 3 и более, где 3 – это вода. Подача воды в цилиндр регулировалась вручную при помощи простого вентиля. Подачу нужно было увеличивать до тех пор, пока не исчезали стуки внутри двигателя. Делать это нужно было довольно тщательно и внимательно, так как при чрезмерной дозе двигатель мог переохладиться и заглохнуть. Одним словом, это было весьма хлопотным делом, но в случае со стационарным двигателем, когда он работал сравнительно равномерно, часто регулировки не требовалось. Но в случае работы двигателя на тракторе, с частыми изменениями нагрузки в больших пределах, почти все внимание по управлению тракторист уделял регулировке подачи воды. Для пуска двигателя колбу-колоризатор нужно было разогреть до красного коления. Затем вручную прокачать нефтяной насосик, чтобы заполнить топливопровод. После этого руками провернуть маховик против нужного направления обращения, чтобы прижать поршень как можно выше к верхней мертвой точке, насколько это позволит компрессия. Когда сжатие отбросит поршень назад, в такт с этим максимальным усилием крутануть маховик по направлению нормального вращения, и этим помочь двигателю пойти в ход. Так как конструкция такого двигателя не имела клапанов газораспределения, он мог очень просто реверсироваться. Для этого его нужно было остановить и запустить вновь поворотом маховика в обратном направлении. Правда, такой двигатель мог и самореверсироваться, причем даже тогда, когда это не было нужно. Если замедлять обороты практически до остановки, то в последний момент поршень может получить достаточный импульс, чтобы отскочить от созданного сжатия, и двигатель запустится на обратный ход. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...